К Новому году принято подводить итоги. Расскажите о своих итогах года, основных 2021 года, что удалось реализовать, что удалось сделать, возможно, самые значимые какие-то события, проекты, ну можно топ-3, топ-5. Ну если останавливаться на топ-3, на топ-5, ну я думаю прежде всего это окончание реконструкции Набережной Победы, это окончание реконструкции сквера Прибрежного, укладка новой системы ливневой канализации на улице Мандрыковской, где ее не было никогда. Это сквер Клочко, это ремонт внутриквартальных дорог, утепление, замены систем водоотведения, водоснабжения, ну список, я думаю, продолжать можно бесконечно. Вот я думаю, ну в топ-5, я надеюсь, вместе с вами я уже поместился. Ну из того, что наиболее заметно, это безусловно реконструкция парков, реконструкция различных улиц и площадей в Днепре, и это вот за последние годы очень бросается в глаза. В 2022 году чем планируете удивлять днепрян в этом плане? Ну я думаю, мы будем работать, продолжать работать в том же направлении. У нас запланировано два таких грандиозных объекта. Это реконструкция сквера на жилмассиве Красный Камень, а также благоустройство Набережной на жилмассиве Фрунзенский, который, вы знаете, анонсировал я, анонсировал мэр. Я думаю, это будет таких два плюс. Мечтаю привести в порядок Южный мост, хотя бы его верховую часть, поскольку у нас мы запустили уже окружную дорогу, и для того, чтобы она работала эффективно и все водители комфортно себя чувствовали, то есть, ну вот есть такая вот мечта насчет Южного моста. Хотя я вам скажу так, при слове мост я ночью уже просыпаюсь в холодном поту. А вот о реконструкциях улиц и площадей, вернемся к этому вопросу. Сейчас, даже в новогодние праздники, продолжается реконструкция Успенской площади. Когда ориентировочно завершится эта реконструкция и чем будете удивлять Днепрян, потому что и Николай Каблук из Эксполайт рассказывает о каких-то уникальных световых решениях. Вот что вы можете рассказать интересного о том, какой эта площадь будет? Это будет одним из очередных знаковых объектов. Если посмотреть на все реконструкции, которые мы проводили в городе, можно сказать так, серенький ремонтик с плиточкой мы уже не используем на таких локальных, вернее не только на локальных, а на всех участках, которые находятся не только в центре города. Если мы чем-то занимаемся, какими-то реконструкциями, скверов, площадей и так далее, мы это делаем капитально. Если говорить о площади Успенской, то вы видите, она поделена на различные зоны. То есть это зоны для молодежи, это участок скейт-парка, это участок, где можно отдохнуть. Кроме того, я хочу сказать, что если обратили все внимание, мы полностью убрали автомобильное движение со стороны сотого лицея. То есть это будет теперь абсолютно безопасный участок. И да, кстати, хочу сказать, тут в определенных телеграм-группах распространяется зрада, что сотый лицей закроют. Сотый лицей никто никогда закрывать не будет. То есть это исключено. Поэтому, я считаю, будет очередная визитная карточка, точно такая же, как улица у нас Короленко, точно такая же, как улица Яворницкого, как площадь Шевченко. То есть в таком же ключе, в таком же профессиональном, грамотном, урбанистическом стиле будет выполнена площадь Успенская. Вот вы, кстати, сейчас перечислили основные такие самые интересные улицы с точки зрения визуального. Это Короленко, Яворницкого. Они сейчас особенно нарядные, да, в новогодние праздники. Все очень красиво. Но, опять же, вот вы вспомнили про то, что там в телеграм-каналах говорят о том, что сотый лицей хотят закрыть. А также распространяют еще одну такую зраду про то, что очень высокая стоимость в этом году и новогодние елки, главные елки в Днепре, а также всех этих украшательств. Вот насколько, с вашей точки зрения, это оправдано? И как Днепряне восприняли то, как выглядит город сейчас? Потому что, ну, безусловно, есть разница между тем, как это было в прошлые годы. Сейчас мы видим и большое количество объектов, которые, да, появились с иллюминацией, и елка выглядит абсолютно иначе. Вот насколько это все оправдано? А давайте там, скажем так, а насколько оправдано хорошее настроение у людей в предновогодние праздники? Насколько это оправдано? Когда людям создается атмосфера, и если вы посмотрите, и те же самые там, даже, как вы сказали, телеграм-каналы, либо там различные группы там в Фейсбуке, огромное количество фотографий, огромное количество положительных реальных отзывов. Что касаемо зрады, зрадой как занимались, так и занимаются проплаченные так называемые активисты, которые зраду найдут в любой локации, в любой проблеме, в любом начинании. Такой елки, как у нас, нет ни у кого. Причем мы не купили какой-то там китайский непотреб. Это все произведено на территории Евросоюза, в основном во Франции. Поскольку то, что раньше мы покупали в Китае, оно служило полтора, ну максимум, то есть два, ну максимум три новогодних сезона. Это куплено достаточно, да, действительно, достаточно недешевое оборудование, недешевая свет иллюминация. Мы купили по-настоящему литую елку, которая абсолютно сделана из экологических материалов. И, в принципе, мы не видим ничего такого в этом крамольного, если мы полностью преобразили город. Сравните, сколько стоят елки в Киеве, сколько стоят елки у нас, но такой елки, как у нас в городе, нет ни у кого в Украине. И в следующем году мы будем эти локации расширять и переберемся и до спальных районов, и до всех жилмассивов, чтобы в каждом жилмассиве был такой своего рода такой кусочек новогоднего хорошего настроения. И на самом деле людям это действительно нравится. Действительно, я видела большое количество фотографий тоже в социальных сетях, и выглядит это очень красиво, и видно, что очень на многих локациях. И вот если обычно, ну, как правило, возможно, развенчайте этот миф, к 19 декабря плюс-минус вся иллюминация готова в городе, в разных городах. Но в этом году в Днепре вот как-то все-таки, не то чтобы с запозданием, но растянулся этот процесс до последних чисел, различные улицы, мосты, потому что украшали еще. Вот связано ли это с тем, что сложно размещать эту иллюминацию, или ее сложно было привезти, сложно организовать этот процесс? То есть по какой причине в этом году этот процесс затянулся? Прежде всего, это доставка наших подрядчиков с территории Европейского Союза и поставка, поскольку там на сегодняшний день у них в последнее время, мы как раз попали на пик ухудшения системы с коронавирусом, и последние доставки несколько были, несколько незначительно были отложены. Но в следующем году, я думаю, мы завершим, если, например, мы берем планы на следующий год, я думаю, к 10, даже может быть, к 5 декабря у нас уже все будет смонтировано. Чем больше иллюминации, тем больше хорошего настроения у людей. О планах по городу мы поговорили, давайте поговорим немного о вас. Вы как и где планируете праздновать Новый год и как вы обычно отмечаете этот день? Банально, стандартно, Новый год семейный праздник, в любом случае дома. В последние годы качество Нового года ухудшилось, можно сказать так, поскольку раньше для меня Новый год это был там елка, шампанское и телевизор. По телевизору совершенно нечего смотреть. Если раньше были какие-то там огоньки и так далее, сейчас это просто ужасный шлак и кошмар. Телевизор в новогоднюю ночь смотреть бессмысленно. Ужас, кошмар и серость. Но, тем не менее, в любом случае это праздник. И я считаю, необходимо, может быть, в следующем году самостоятельно со стороны городского совета, либо было бы это хорошо, чтобы было на каком-то национальном уровне, я считаю, необходимо вернуть институт новогодних огоньков. Это необходимо, поскольку, как правило, это семейный праздник, все сидят за столом, никто особо никуда ехать не хочет, а надо каким-то образом проводить время. Поэтому я считаю, это было бы очень неплохо. Действительно, хорошая идея. И вот, кстати, о том, как проводить Новый год, еще такой вопрос, есть ли у вас какие-то особые традиции. Я, например, слабо представляю, что вы, допустим, пишете желание на листочке, сжигаете, бросаете в бокал, но, возможно, вы какие-то фильмы особенные смотрите, исключая телевизор, программу, какие-то ностальгические. Либо у вас есть какие-то другие обязательные ритуалы, традиции, именно в новогоднюю ночь. В новогоднюю ночь, как я вам сказал, раньше хотелось смотреть какие-то шоу, но сейчас они достаточно, если можно так выразиться, низкого пошиба. А там первое, второе, там января или 31-е, обязательно смотрю один дома, причем в переводе на украинском языке. На русском смотреть невозможно, совершенно другой юмор, то есть совершенно другой, кстати, точно так же, как и Симпсоны. Симпсоны на русском языке смотреть вообще невозможно. Украинский – прекрасно. Интересно, я неожиданно даже вот что свиси. Ну, там, когда мальчика этого Кевина чуть не сбили, ему водитель говорит, куда ты поспешаешь, малый? Санта-Клаус не приходит на похорон. На русском языке это звучит совершенно по-другому. А скажите тогда, а вот традиции касательно тогда новогоднего стола, какие блюда вы готовите или не готовите, покупаете, как это происходит? Ну, поскольку я живу один и утром рано уезжаю, а вечером там возвращаюсь, там, я не знаю, никогда в 10, иногда в 7, ни настроения, ни желания готовить нет, хотя, в принципе, я с этой процедурой знаком достаточно неплохо. А если говорить о новогодний стол, у меня главный поставщик всех продуктов на мой стол, это, конечно, моя мама. Прекрасно обожаю поглощать холодец, там, какие-то там закуски легкие, ну, что-нибудь такое, особо наедаться желания нет, но мама знает все мои вкусовые качества, и какие у меня расположены вкусовые рецепторы, то есть она четко знает, то есть, ну, понятно, стандартная шуба, там, холодец, там, какие-нибудь там жареные обязательно какой-нибудь гусь, ну, ничего военного, ничего там сверх такого. Подождите, холодец? Да. Жареный гусь? Да. Вы известны в городе тем, что вы являетесь зоозащитником. Да. И вы при этом съедите мясо животных. Ну, да, что делать? А как вы это противоречите? Да, никак не противоречит. Просто, например, нельзя сравнивать то, что зоозащитник, это же я же не говорю о том, что там вообще ничего нельзя употреблять. В любом случае любой человек употребляет мясо в пищу, то есть мы же говорим в разрезе, например, там, животных, это животные, которые не предназначены там, а в защите, которые для, если можно так сказать, сельскохозяйственного использования. Понятно, если кто-то там ел котов или собак, это совершенно другая вещь. Но если животное специально для этого выведено, да, может быть, это не совсем хорошо, но на сегодняшний день вегетарианцами остать не готов. Вот вы говорили о специально выведенных животных, но если вы поедете там в Корею, допустим, то там собак это тоже считается животным, которым можно употреблять пищу. Ну, точно так же, как и в Китае, есть специфические блюда и специфические животные. Вот, там бы вы попробовали собаку? Нет, не попробовала, поэтому в Корею я не езжу. Известно так же, что вы очень много работаете, с вами даже об этом интервью было крайне сложно договориться, потому что у вас такой специфический довольно-таки график. И я помню, когда летом были аномальные дожди, тогда обвалилась часть облицовки набережной, и вы буквально там одним из первых были на этой локации. Вот если что-то произойдет, я этого, конечно, не желаю ни вам, ни нашему городу, ну, вот что-то такое, 31 вечером, поздно ночью, либо там в 7 утра 1 января, вы тоже поедете сразу? Обязательно, я работаю 360 дней в году и 24 часа в сутки. Единственное, что, конечно, в 31, если это произойдет, не дай бог, 31 декабря, может быть, доеду с опозданием, поскольку, я думаю, с такси будет проблема, а, ну, новогодний год, я все прекрасно понимаю, если обязательно выпьют шампанского, либо кто-то там чего-то другого, а я с критических идейных соображений никогда выпивший не сажусь за руль. То есть это принципиально вообще, что бы ни произошло, какая бы ситуация, ну, может быть, там, не дай бог, какие-то там военные действия, если надо там бежать куда-то с автоматом и в кого-то стрелять, да, это возможно. Так я принципиально никогда не сажусь и никогда не садился, выпивший за руль. С этим может быть проблема. Что бы ни случилось, 31 число, не 31 число, я обязательно приезжаю. Кроме того, у меня каждое утро начинается с объезда всех моих локаций. То есть по всему городу, я знаю, где у нас крупные ремонты, я знаю, где крупные аварии, у меня отдельная группа там водоканалов, отдельное тепловиков, отдельное содержание дорог, и я вижу, что происходит. То есть я там иногда там комментирую что-то, иногда не комментирую, иногда кого-то там стараюсь ругать, причем в очень аккуратной и культурной форме. Единичные случаи, когда я на своих подчиненных где-то и как-то необоснованно вообще там повысил голос. То есть я стараюсь беречь нервную систему, в первую очередь и своих подчиненных, и во вторую очередь свою. Поэтому я считаю, стараюсь быть таким более там спокойным и уравновешенным человеком, поскольку я по себе знаю, там еще в прошлые годы на предыдущем месте работы, когда на тебе там руководство каким-то образом срывается, я после этого трусит там по двое суток. Поэтому я стараюсь так не поступать. И, конечно, если не дай бог что-то произойдет, обязательно приеду. А вот были ли такие случаи, когда вот вы уже за новогодним столом собираетесь есть мамин холодец, и тут вам звонят, вот что-то произошло, и вы срываетесь едете. И либо же 1 января рано утром было ли вот что-то такое подобное? Да, в Крыму на участке Алушта-Судак обвалился участок дороги, то есть там было выпало достаточно большое количество снега, и полностью дорога на участке от Алушта до Судака была, то есть путем завала полностью перекрыта, и были вынуждены, как произошло, в 10 утра, нет, это произошло где-то в 7 утра, а я приехал где-то в 9 часам утра 1 января. Это единственный такой у меня был случай. В Днепре то есть не было такого? Пока, слава богу, нет, стучать по столу не будем, в это не верю. Кстати, о суевериях, о мечтах. Новый год считается таким периодом, когда исполняются какие-то мечты, какая-то магия определенная, и многие люди решают начать новую жизнь с Нового года. То есть, допустим, перестать материться в Новом году, бросить пить, бросить курить, начать заниматься спортом, выучить язык. Были ли у вас когда-то такие обещания самому себе что-то начать с Нового года? Конечно, были они, в принципе, большинство из них реализованы. Я никогда не обещал себе бросить курить, хотя я курю только Айкос, и стараюсь курить все реже-реже-реже. Что касаемо похудеть, бросить пить, то есть некоторые люди бросают пить и курить, а я два года назад, извиняюсь за выражение, бросил жрать. Я поставил себе цель похудеть на 20 килограмм, а по итогу похудел на 32. Поэтому миссия выполнена, как говорят, reconstruction complete. Отлично. А в этом году что-то планируете, дать себе какое-то обещание? В принципе, нет. То есть, ну, стараюсь себя контролировать, то есть, ну, ничего такого чрезвычайного на себя возлагать не собираюсь. В принципе, я всем доволен. Кого первым вы обычно поздравляете с Новым годом? И как это происходит? То есть, возможно, вы какие-то картинки в Вайбере отправляете или стихи, возможно, звоните, пишите сообщения, вот как-то происходит. И кто вот в первой списке? Ну, в первую очередь, конечно, мама. Потом определенное количество там самых близких друзей. Что касаемо смсок, вот это, знаете, понимаете, это самая страшная вещь. То есть я категорически не приемлю. Я об этом писал и на Фейсбуке, и всем своим друзьям. Я вообще не выношу стишков про стучащие копытца, про то, что кто-то там куда-то летит и в Новый год наступает. А если касаемо вот этих вот всех гифок, которые отправляют, это вообще просто с ума можно зайти. Все, кто мне в Фейсбуке отправляет подобную ересь, сразу в бан моментально. Святые Николайчики, Пасхи с младенцами на руках, свечечки там, яички, все моментально, сразу. Не выношу этого. Я считаю, это просто, знаете, такое похабство. Если ты хочешь искренне кого-то поздравить, пожалуйста, возьми, позвони и скажи. А вот это вот для галочки там, желаю в Новом году то-то-то, это все чушь. Не люблю такое. Считаю, это фальш. Самая настоящая фальш. Понятно, мы вам не будем ничего такого направлять. Я не забаню моментально. Хорошо, все. А скажите тогда, пожалуйста, а вот новогодние подарки, дарите ли вы их там друзьям, знакомым, маме, кому первому, допустим, и что, как правило, выбираете для людей? Не люблю ни дарить подарки, ни их принимать. Говорю, как есть. Не люблю дарить и не люблю их принимать. Вот честно говоря, не люблю ходить на дни рождения, на похороны и на свадьбы. Не хожу. Поскольку самое страшное, самое ужасное, что только может быть, это присутствие на свадьбах. Это вообще фальшивые тосты. Желаем молодым. Там обязательно появляются какие-то никому неизвестные тетки с золотыми зубами. Они тебя там целуют в щеку, потом у тебя так вот с лица вытирают свою помаду. Вот не хожу ни на свадьбы, ни на похороны, это уже дело такое. И дни рождения стараюсь избегать. Вот не люблю. Очень близкие, вот очень близкие, могу прийти. А такое шелтай-болтай, никуда не хожу. А вот все мы родом из детства. Давайте вернемся туда. В детстве вы любили подарки, вам их дарили, и что вы получали? Вы верили вообще в детстве в Деда Мороза? В Деда Мороза я не верил никогда, и с детства верил в Санта-Клауса. В Деда Мороза не верил никогда. Подарки, конечно, там родительские. Там самое, там у меня была, там, хрустальная мечта, мне родители. Подарили когда-то там ГДРовскую, еще мы уже в ГДР уже тогда не жили. Подарили мне ГДРовскую железную дорогу. Для меня это была вершина. Я там два года до потолка подпрыгивал отчасти. Вот такой, знаете, там, вот сейчас помню, железная дорога, ты еще открываешь, у нее там запах такой, ты смотришь, как все собрано, колесики, как классно все состыковывается. Вот такой вот яркий момент. А так, конечно, родители дарили каждый год там и так далее. Один раз там пригласили Деда Мороза, я сказал, чтобы этого не было, пришел какой-то мужик из, наверное, из бытовых услуг, то есть там, смотришь, у него там куртка такая, с затертым этим, у него был такой вытерший уже воротник, наверное же, 15 Дедов Морозов в этом костюме умерло, он пришел 16-й. И самое главное, то есть, ну, вроде бы, вот такой Деда Морозовский, Деда Морозовского неубрания, и какие-то ужасные кроссовки. Ну, как Дед Мороз может прийти в кроссовках к детям? Ну, надо же думать чем-то. И все, тут, после этого шея еще такая была, помню, такая, и огромная такая крупная родинка была на шее. Вот это вот запомнил четко. Все. Страшные воспоминания. Ну, я правду говорю, вы меня спросили, я вам ответил. Хотите, чтобы я вам придумал сладкую историю? Нет, вы отлично отвечаете, это очень интересно. Ну, я правду говорю, ну, что, я врать буду? Тогда хорошо. Вот вы сказали о железной дороге, что это был очень приятный подарок, самый лучший. У вас в кабинете сейчас тоже есть железная дорога. Да. А что вы с ней делаете? Вот вы ее когда-то запускаете, возможно, как-то по вечерам, либо вы ничего с ней делаете, просто созерцаете на ней. Я ее 7 лет собирал кусками, причем начал в Крыму, потом перевез ее в Германию, когда начались все движения, потом из Германии уже привез ее обратно. То есть, ну, переделываю постоянно, постоянно что-то, причем на сегодняшний день времени уже не хватает, я там попросил ребят заменить мне там электрику, которая еще была давным-давно сделана. Это мне там ребята помогли, они сделали, ну, я могу помедитировать, вечером сесть, включить, нажимать там с озвучкой, там на немецком языке, все крутится, все светится, у меня все подзвезет. Ну, сижу и улыбаюсь, такая, знаете, реализованная мечта детства, вечером просто могу в конце рабочего дня сесть и включить, то есть, ну, для поднятия настроения. Мне нравится. Вот у вас в кабинете, помимо железной дороги, есть еще аквариум, попугай и кот Байден, всем известный. Да. Где Байден празднует Новый год? Ввиду максимальной занятости Байдена, особенно в новогоднюю ночь, вопросами жилищно-коммунального хозяйства, Байден Новый год отмечает непосредственно в городском совете, тем более в этом году у него появился потрясающий друг, это попугай по кличке Гринго, я им завладел на законных основаниях в Колумбии и притащил его сюда. И вот у него там два, теперь у них два друга, они дружат, Новый год встретят там. На позапрошлый Новый год я его взял к себе домой, но у меня там тоже два кота, и там начался конфликт, по-моему, они там бегали, шипели друг на друга, тут залез на елку, и все, на этом, я сказал, Байдена домой пока брать не буду. Иногда Кристина его к себе домой берет, там на длительный праздник, это помощница моя. А елка у вас дома искусственная? Обязательная, обязательно искусственная. Я не сторонник, я вообще не приветствую реализацию трупиков елок на улицах города Днепр. Особенно по таким сумасшедшим, безумным ценам. И недавно показал, какая елка, ну, такого вот роста, она стоит в Германии там 15 евро. Видите, у нас купите, что-то за 400, за 500 гривен. Какой ужас продают, страшный, там по 700, по 800. А за 50 я вообще показал, почти 2 метра роста. Так еще с корневищем. Можно же высадить куда-то, посадить. Ну, вот как-то так. Дома искусственная все. Сколько же, лет? Лет 9, наверное, да. Очень нравится мне тоже, да. Вы ее сами наряжаете? Ну, собственно, ручно. А уже поставили? Успели уже? Поставил еще 7-го числа. Если бы вас пригласили на новогодний корпоратив Бал Маскарад и обязательное условие прийти в каком-то костюме, какой костюм вы бы выбрали? Вообще бы не пошел. Вообще бы не пошел. Ну, это не свадьба, не похороны. Ну, зачем, послушайте, это домашний праздник. Какой корпоратив? Ну, зачем он нужен новогодний корпоратив? Новогодний корпоратив нужно провести там, не знаю, там, 23-го, 25-го, 24-го числа. Как вообще можно отмечать Новый год, я не знаю, там, в клубе, в каком-то ресторане? Не-не-не, я имела в виду, вот, на корпоратив, допустим, 28-го у вас, 27-го, не на новогоднюю ночь. Но корпоратив в формате вот такого маскарада, где нужно прийти в костюмы? Вообще, я не знаю, наверное, какой-нибудь там Мистер Икс. Мистер Икс? Да. Это в маске с цилиндром? Ну, без цилиндра, в маске без цилиндра. Вот такой бы вариант я бы выбрал. А костюм какого-то животного вы бы не выбрали? Нет. Костюм тигра тоже не приложили? Да, боже, сохрани. Это уподобиться вот этим он женщинам в Инстаграме, которые там в леопардовых лосинах фотографируются. Боже, сохрани. Нет. Нет-нет-нет, никаких тигров. У меня тигров в жизни хватает. Ну, год тигра, кстати, будет, в 12-й. У меня тигров много. Опять возвращаемся к новогодней магии, желаниям в этот день. Если бы у вас была возможность загадать на Новый год желание одно, которое точно 100% сбудется. Что бы вы загадали? Это может касаться как вас лично, так вот там города, страны, мира, всего что угодно. Чтобы война закончилась и Крым вернулся. Больше ничего. Здоровье близким родственникам. Два самых главных. Какой из них главнее, я не знаю. Крым и Донецк обратно. Причем Крым важнее. Лично для меня, я там провел достаточно длительное время, большой период своей жизни, для меня это страшно. Мне Крым снится до сих пор. Ну, как-то так. А можете вспомнить какой-то Новый год, который вы праздновали еще в Крыму, который наиболее вам, допустим, запомнился, и почему? В Крыму я не праздновал Новый год. На каждый Новый год я приезжал обратно в Днепр. Ни разу Новый год в Крыму я не встречал. Никогда. За весь период времени, сколько я там не жил. Всегда встречал в Днепре с близкими. Никогда. Ни один Новый год не встретил в Крыму. В таком случае, что вы можете пожелать к Новому году всем Днеприанам, нашему городу и себе тоже? Ну, я думаю, что нам, прежде всего, хочу пожелать и себе, и жителям города двигаться в том же направлении, в котором движемся мы и в том направлении, в котором город развивается. Не всегда все получается быстро. Если говорить в цифрах, в цифрах, вот просто обыкновенно, да, давайте подведем такой итог. За первый год работы городского головы в качестве мэра города Бориса Филатов мы выполнили порядка 69% всех его предвыборных обещаний за год. Впереди еще 4. Все будет хорошо. Придерживаться курса. Желаю всем нашим горожанам крепкого здоровья, психического в том числе, особенно обитателям Фейсбука. Все у нас получится. Дайте время. Спасибо вам большое, Михаил Александрович, за эту встречу. С наступающим вас, с Новым годом. Желаю, чтобы все ваши планы реализовались. Ну, здесь больше зависит, наверное, не от какого-то чуда, а от вас лично, вы отлично справляетесь сами. Спасибо. Мэри Крисмас. Редактор субтитров А.Семкин, Редактор субтитров А.Семкин,